Путин сознательно не ратифицирует 20-ю статью Конвенции ООН О противодействии коррупции Это статья о конфискации имущества чиновников Которые нажили миллиарды и миллионы преступным путем Путин это сознательно Он все официровал, кроме этой статьи То есть он на самом деле сам источник коррупции Весь его клан, кооператив Озеро, близкие из мэрии, чекисты и так далее Они сейчас богатейшие люди России Я тут написал вместе с товарищами доклад Путин коррупция и Путин коррупция 2 Мы оцениваем состояние клана Путина в 140 миллиардов долларов Путин один из самых богатых людей в нашей стране Если человек коррумпирован сам, то как он может бороться с коррупцией? Рыба гниет с головой Поэтому если вы хотите победить в России коррупцию, надо победить Путина Зарплату Хичина не знаю Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят Я их складываю и на счет отправляю Даже не считаю А вот... Члены палаты представителей Конгресса США Республиканки Эли Стефаник и Вальдес Демингс Разработали законопроект о прозрачности в отношении Владимира Путина Он обязывает разведку доложить Конгрессу о личных богатствах и тайном финансировании российского президента Документ опубликован на сайте Демингс Цель проекта – дать более жесткий ответ на российское вмешательство путем разоблачения коррупции Путина Лучший способ наступления на власть Путина и его приспешников – выявление незаконных и секретных финансовых потоков, за счет которых они функционируют Подчеркнула Демингс Стефаник, в свою очередь, назвала Путина политическим злодеем, работающим на подрыв демократии Про санкции. Дело в том, что они коснулись представителей крупного бизнеса Таких, как там и Юрий Ковальчук, и Геннадий Тимченко, и братья Ротенберги Многих из них связывают с вами, говорят, что все эти люди входят в ваш ближний круг И они обязаны своим богатством знакомству с вами Теперь получается, что и санкциям в отношении этих людей тоже обязаны в известном смысле знакомству с вами Как вам кажется, нет такого ощущения, что главный объект санкций – это вы? Наверное, такая попытка предпринимается сделать меня главным объектом санкций Но что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы Например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 90-х годов Ну, по-моему, предыстория хорошо известна Они, конечно, если посерьезно говорить, абсолютно никакого отношения к Крыму не имеют Наш крымский корреспондент Ольга Армякова побеседовала с Аркадием Мартенбергом Председателем совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Генподрядчика строительства Крымского моста Аркадий Романович, поздравляем вас, поздравляем с этим грандиозным объектом Ну, каково это – сдать Крымский мост и проехать по нему первым с президентом? Ну, это такие, знаете, ощущения, которые, в общем, словами, даже их не выразили Они, конечно, если посерьезно говорить, абсолютно никакого отношения к Крыму не имеют Законопроект обязывает главу национальной разведки в течение полугода Предоставить профильным комитетам Конгресса подробный доклад обо всех счетах, бизнес-интересах, недвижимости и иной собственности Путина и членов его семьи В том числе оформленные на подставных лиц и компании В докладе должно быть указано, какие российские политики и олигархи играют ключевую роль в путинских коррупционных схемах Официально на имя Путина не записано ни цента офшорных денег Зато его родственники и друзья владеют миллиардами долларов, происхождение которых они объяснить не могут, а иногда даже сами не знают о своем богатстве Крупнейший держатель таких активов – 49-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина Любой Шеломовой Он работает ведущим специалистом в петербургском филиале госкомпании Совкомфлот Средняя зарплата на такой должности – около 40 тысяч рублей в месяц Однако на счетах Шеломова обнаружилось более полумиллиарда долларов Например, Шеломову, согласно документам, принадлежит компания «Акцент», принимавшая участие в строительстве горнолыжного курорта «Игора» Именно там, по данным рейтер, прошла свадьба дочери Путина и бизнесмена Кирилла Шамалова Другие инвесторы проекта – глава Банка России Юрий Ковальчук и офшорная компания-велончелиста Сергея Ралдугина Оба – друзья Путина Сам Шеломов, впрочем, заявил журналистам ОССРП, что ничего о проекте не знает Слышал, но не больше Согласно Панамскому архиву, «Акцент» Шеломова связан и с офшором «Сантал Трейзинг Корпорейшн», строившим так называемый «Дворец Путина» в Геленджике Другие инвесторы панамского офшора – все те же друзья Путина Кроме того, компании «Акцент» принадлежат акции компании «Согаз», «Банка России», «Газфонда», «Пенсионного фонда Газпрома» и компании «Платинум», связанные с производством «Путинки» – водки, названные в честь президента Общая стоимость всех активов Шеломова – почти 600 миллионов долларов На вопрос, как простой петербургский специалист стал владельцем такого состояния, Шеломов ответил – причины могут быть разные После вопроса о конечных бенефициарах он прервал разговор с журналистами Кошельками Путина называют и виолончелиста Сергея Ралдугина, и бывшего мясника Петра Колбина Они получали от госкомпании активы на 2 миллиарда и полмиллиарда долларов соответственно При этом бизнесом они не занимаются, но являются старыми друзьями Путина И по свидетельствам их окружения пользуются доверием президента Является мини-ритарным акционером в одной из наших компаний И там какие-то деньги зарабатывают, но это конечно не миллиарды долларов, чушь, нет ничего подобного Какие-то зарабатывают Но вот что любопытно и интересно, я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович И в числе своих друзей, и вообще в целом Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей И привез их в Россию Но он идет еще дальше Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается чем? Оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений И на протяжении многих лет занимается, не выпячивая себя Организацией концертов, продвижением русской культуры за границей Фактически оплачивают из своих средств Вот чем больше у нас будет таких людей, тем лучше И я горжусь, что у меня есть такие друзья Разведка должна направить дополнительные ресурсы на выявление схем Позволяющих российскому коррумпированному политическому классу прятать наворованные деньги В законопроекте подчеркивается, что воровство и коррупция позволяют путинскому режиму Не только усиливать внутриполитический контроль, но и проводить агрессивную внешнюю политику Вторая версия законопроекта о защите американской безопасности от агрессии Кремля Внесенного в Сенат в середине февраля Также предусматривает составление доклада о личном состоянии Путина Политическая система, которую создал Путин, не находится под тотальным контролем Что-то может пойти не так Возникают скандалы, противоречия в элитах, внутренние конфликты внутри путинской системы Не стоит испытывать лишнего оптимизма и думать, что что-то скоро изменится Но лучше не фокусироваться на избирательных событиях в России Они не приведут к переменам Сначала что-то другое должно поменяться И последний вопрос Говоря о новом сроке Путина, о том, что он еще 6 лет будет и может управлять страной Некоторые говорят о новых точках напряжения, в том числе и конфликтов Мы имеем Донбасс, мы имеем Крым и нет конца этой проблемы Какие точки на карте Восточной Европы самые опасные с точки зрения последующих планов России? Я бы немного изменил ваш вопрос Где самое слабое место Путина? Я думаю, что это его деньги Мы только что видели интересный доклад, в котором говорится о 24 миллиардах долларов необъяснимых доходов Которые принадлежат близким Путину людям Интереснее всего то, что все эти блага не в России Где у них, конечно, есть красивые дачи, красивые машины, вертолеты Но основная часть денег за рубежом Не надо беспокоиться о том, где Путин совершит следующую провокацию В Восточной Европе, в Западной Европе, на Балканах Таких мест много Нам надо говорить о том, как нам создать сложности для Путина Исходя из того, где лежат его грязные деньги И говорить ему, отстань Если хочешь сохранить свои деньги, уходите из Украины Верните Крым Перестаньте совершать все эти провокации в других странах Это огромная его слабость, которой не было со времен Советского Союза У Брежнева не было большого состояния за рубежом, о котором бы мы знали Не стоит видеть в России Мордор Огромное волшебное королевство, у которого есть все, чтобы доставлять нам неприятности На самом деле Россия куда меньше И куда слабее Запада Со множеством слабостей И то, зачем я приехал в Прагу Это рассказать на конференции Как сделать так, чтобы создать как можно больше проблем Путину На самом деле мы многое можем Надо просто начать Пусть сначала посчитают А уже только после этого принимают решения Которые могут создать дополнительные серьезные выбросы для нашей страны И, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России Безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙ sacar